Они впервые увидели сколько их, ведь раньше занимались каждый в своем районе. Организаторы первых соревнований обещают развивать этот новый для нас вид спорта. Достаточно такой вид спорта, где могут заниматься все фактические категории возрастные нашего населения. В основном это направлено, конечно же, на людей пожилого возраста, на пенсионеров, ветеранов. Врачи отмечают, многие любители ходьбы снизили холестерин, уровень сахара и даже вес. Заболевание сердечно-сосудистой системы является основной причиной смертности. И именно скандинавская ходьба является самым простым, доступным методом профилактики этих заболеваний. Оказывается, при скандинавской ходьбе участвуют 90% мышц. К тому же она эффективнее обычной ходьбы почти в 4 раза. Возможно, поэтому этот вид спорта приглянулся всем. Нашел оптимальный вариант, это вот скандинавская ходьба. Вроде не сильно затратно, плюс на свежем воздухе занятия. Ну и в любое время, там, сам себе хозяин. Специфика скандинавской ходьбы в том, что в помощь идут палки, очень похожие на лыжные. По словам некоторых участников, они уже и не могут с ними расстаться. Нам давно надо убирать машины и ходить пешком. Это будущее. Первый турнир – еще один шаг к здоровью. Уверены и организаторы, и участники. Чувствуется и азарт. С каждым новым стартом шаги спортсменов к завоеванию медалей становятся все бодрее. Дмитрий Гомбоев, Илья Зиновьев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова